В Татарстане снижается количество детей-сирот. В этом году их стало меньше на 25%. Сегодня обсуждаем тему сиротства в программе «Главные новости». В студии Тимур Рага. Здравствуйте! Татьяна Вениаминовна, здравствуйте! Спасибо, что согласились принять участие в нашей беседе. Тема «Актуальна всегда». Обсуждаем проблемы сиротства, в данном случае в Татарстане. И прежде чем мы начнем общаться, я бы хотел, чтобы вы провели небольшой ликбез для зрителей. Опекунство и усыновление. В чем разница этих двух форм устройств детей в семье? Ну, конечно, сначала с хорошей цифры. Вы начали с цифр, и я начну с цифр. Вот смотрите, из количества детей, которые сегодня находятся вне родительского дома, из всего количества, их 12 тысяч, 92% находятся в семьях. Эта цифра очень высокая. На самом деле, может быть, еще и так не проанализировали, но наравне с тем, что мы гордимся своими IT-технологиями, добычей нефти и так далее, это тоже одна из наших общегосударственных побед. То есть, я поясню, 92% детей сирот в Татарстане находятся? Да, да, да. Находятся в семьях. Да, это замечательная цифра. Ее не сравнивали с другим регионами, я уверена, такой цифр нет нигде. А за цифрой судьбы. И посмотрите, вот эти цифры. За последние 2-3 года, конечно, вот такое емкое, семьи стали брать к себе деток. Вы спрашиваете о различии. Установление – это простая форма, когда семья хочет, чтобы это ребенок был их, он носил эту фамилию, естественно, унаследовал, если это случается, имущество. В таких случаях, как правило, это берут очень маленьких детей от казняков, берут в новорожденном возрасте, ну, либо очень раннем. А вот опека-попечительство – это такой термин «замещающая семья». Он мне очень не нравится, но в бумагах, инструкциях он существует. Это когда в семье уберется ребенок на воспитание, на уход за ним, и у ребенка остается его фамилия, остается права на получение квартиры, что у нас сейчас делается, и очень здорово. Мы тоже, может быть, об этом сейчас скажем, как получают дети из детдомов квартиры. Вот, поэтому у детей, находящихся под опекой, все это сохраняется, и родители получают денежное пособие на детей. Не вознаграждение, не зарплату, как говорят, а это пособие для детей. Открывается особый счет, и на детей получаются пособие. Если приемная семья, и там учителя, и, например, медицинские работники, то это пособие увеличивается. Пособие значительное, довольное. Для содержания ребенка оно рассчитано и является хорошим подспорьем для того, чтобы одеть ребенка, может быть, свозить на прогулки и так далее. То есть, усыновление, как правило, это усыновление малышей, а опекунство и более взрослые дети берутся на воспитание? Может быть, редкие случаи были усыновления взрослых, но это очень редко. Потому что ребенок, как правило, когда берут 11-12-9-летнего ребенка, он уже знает свою маму, и, возможно, мамы посещали их. Он знает свою фамилию, он уже с этой фамилией был в школе. То есть, в таком случае очень сложно говорить, но в семье могут сложиться такие отношения, когда, может быть, ребенок усыновлен. Редкий случай, но такие случаи бывают. Конечно, как правило, семья, не имеющая детей, или те, которые хотели бы чью-то судьбу, ну, какой-то судьбе помочь, вот, они решают усыновить, и тогда ребенок становится их, с их фамилией и со всеми прочими, то, что в семье. Татьяна Вениаминовна, у нас тема достаточно интересная, и у нас есть уже звонок в прямой эфир. Говорите, вы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте, у меня два вопроса. Сколько составляет пособие для приемных семей на сегодня, и возможно ли либо усыновление, либо вот опекунство установить для человека одинокого, или это вот мужчина, который не состоит в браке, или же женщина? Замечательно, спасибо большое за ваши вопросы. Напомню, телефон прямого эфира 511-99-66. Звоните, обязательно задавайте свои вопросы. 511-99-66. Итак, давайте ответим на эти вопросы. Вопрос хороший, я только сейчас оговорюсь, меня представили как общественника, и я, в общем, ну, как сказать, говорю за общество и дела, за то, как общественность инициирует это, и, конечно, знаю эту тему. Около 7 тысяч, в зависимости от того, какая семья, как я сказала, если это учителя, она повышается. Вот такое пособие. 7 тысяч рублей это пособие. Вот я могу немножечко в цифрах ошибаться, потому что, в зависимости от минимального, она вот сегодня, ну, как бы, корректируется. Вот общая приблизительная цифра такая, от 6 до 8 тысяч рублей пособие. Оно назначается, ну, заводится определенное дело, назначается оно, открывается счет и так далее. Что касается одиноких граждан, вот смотрите, что касается, вот так ответить на вопрос, вот семья, вот задается вопрос. Конечно, я могу сказать, да, разрешается. И тогда все, кто захотел, эти вопросы решаются в отделах опеки и попечительства. Туда родитель, который хочет стать опекуном, он должен обратиться в отдел опеки и попечительства за консультацией. И еще у нас будет новое правило, сейчас опекунами могут стать родители, только которые прошли школу опекунов. И у нас такие школы есть. Если такой будет вопрос, то мы на него подробнее ответим, если такая будет у нас возможность. Там есть определенные условия, которые предъявляются к будущим опекунам. Конечно, наличие жилья, конечно, наличие заработной платы, работа, конечно же, здоровья, конечно же. Потому что иногда мне говорят, ну как это так? Потому что люди могут не рассчитать свои силы. Вы знаете, вот недавно был такой случай, очень драматичный. Женщина у нас была общественником, у нее под опекой был ребенок. И, к сожалению, сердце ее не выдержало. Замечательный человек. И остался 8-летний ребенок. То есть, повторно он остается сиротой. Поэтому вопрос здоровья очень важный. Потому что она говорит, ну что там со здоровьем? Ну что касается материального, это понятно. То есть, если вы берете ребенка, вы понимаете, что его нужно кормить, одевать, учить. Его нужно развивать, дать ему дополнительное образование. Ну есть, конечно, бесплатные формы, но есть за что надо платить, конечно же. Поэтому человек должен, прежде чем его сердце так вот в эту сторону екнет по-доброму, он, конечно, должен оценить свои возможности. И начали с отдела опеки и попечительства. Ну мы можем тогда сейчас как-то осветить вкратце определенную форму оформления процедуры опекунства, установления, куда, в принципе, обратиться людям, которые сейчас, возможно, смотрят нас и заинтересовались тем, чтобы взять в семью ребенка их действия. Ну, смотрите, я уже сказала. Вот телевидение, конечно, может быть школой, начальной школой этого, но этого не нужно. Люди должны сами на самом деле какие-то вещи прорабатывать. Я сказала, отдел опеки и попечительства, туда идет человек. Он получает пакет документов, говорят, что нужно приготовить. Он проходит обучение. То есть все начинается с органа, который этой работой занимается непосредственно. Есть школы, есть общественные организации, я об них расскажу. Можно посоветоваться. Вот у нас замечательная общественная организация, которая сегодня действует в сфере помощи приемным семьям. Ну если 92% детей в семьях, приемных семей стало много. И они делятся своим опытом. У нас есть замечательная общественная организация, называется «Мы вместе». Руководитель ее Татьяна Ивановна Степанова, она сама приемная мама. Она первая в республике начала собирать приемные семьи. И они друг у друга спрашивали, а как, а что, стали друг другу помогать. У кого-то была проблема с ребенком из-за заикания, у кого-то из-за отставания в школе. И они друг другу помогли. Вот так общественники инициировали создание сегодня государственных структур, которые этим занимаются. Вот только что, как к вам прийти сюда на передачу, я разговаривала с руководителем КЦО «Сардэш». Есть у нас такой. Они оказывают помощь приемным семьям. И там по воскресеньям есть, они в течение трех часов принимают приемные семьи, оказывают, ну, главная какая помощь, психолого-педагогическая. Вот это очень важно. Вы вот мне перед началом передачи показали цифры голосования. Да, да, да. Вот у нас есть интересное голосование ВКонтакте. Я призываю всех телезрителей голосовать. Голосование продолжается до конца эфира. Итак, вопрос следующий. Какой поддержки государства, на ваш взгляд, сегодня не хватает приемным семьям? Вариант ответов финансовый, правовой и моральный. Пока наибольшее количество, подавляющее количество наших пользователей ВКонтакте проголосовали за вариант финансовый. То есть считают, что как будто бы государство финансово не подкрепляет институт приемной семьи. Вот я, конечно, сейчас покажусь всем очень злой, но мне не нравится. Мне такой ответ не радует абсолютно. Потому что, смотрите, опять наши граждане совершенно уверены, что они разбираются в медведении, юриспруденции и так далее. И также они разбираются, что же такое приемный ребенок. Приемный ребенок – это не свой рожденный ребенок. Это другой, это другая история, это другая генетика. И вот граждане наши вообще думают, что они-то знают, как надо воспитывать детей. Вы нам только дайте денег, и мы воспитаем. Вот дайте деньги, и мы воспитаем. Этого не произойдет. Вот эта цифра последняя, моральная, она тоже должна быть очень высокой. Что касается финансовой. Вот здесь мое глубокое убеждение, и я об этом говорю на протяжении многих лет. Я считаю, что государство должно поддерживать не приемную семью, а семью в целом. Вот молодая, здоровая семья, родился ребенок. А почему ее не поддерживать? Я считаю, что детей и семью поддерживают даже с первого, во-первых, с остановления семьи. Ведь надо поддержать здоровую семью. Потому что потом мы бежим и смотрим, вот как пример недавний трагический пожар. Мы потом бежим. Семью надо поддержать с самого начала ее зарождения. И главное, когда появляются дети. Вот мое предложение, оно, правда, может быть, когда-нибудь будет жизнью осуществлено. Появился ребенок в семье, семья получает определенные дотации. Появился второй. И не важно, какая это семья. Здоровая семья, нормальная семья, приемная семья, опекунская семья. Все должны иметь... Все семьи, по вашему взгляду, должны получать поддержку. Я считаю, что так. Независимо. Дети должны расти в равных условиях. И другое дело, что люди, имеющие больше достаток, они внесут свои средства. Либо социально ориентированный бизнес, либо какие-то гранты. Они будут помогать. Это да. Может быть, будет дополнительная помощь тем людям, которые взяли детей. Итак, напоминаю, телефон прямого эфира. 511-99-66. И у нас есть звонок в студию. Итак, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы очень хотелось поподробнее узнать о школе опекунов. Где можно пройти, где обучают. И бесплатно, это платно. Вот, если можно. Можно поподробнее? Спасибо большое. Да, вопрос. Вы поднимали. Школа ты консульта. Что это такое? Куда обращаться? Это услуга социальная, государственная. Она бесплатная. У нас есть центр опеки и попечительств. Вот, к сожалению, я сейчас с адресами не готова. Но у нас сегодня есть интернет. Открываете опеку и попечительство, открываете Министерство образования Республики Татарстан. И вам там все будет предъявлено. На сегодняшний момент она функционирует. И причем, знаете, очень активно. У нас даже есть конкурс, не у нас, а в одной из школ есть конкурс журналистов на лучшую публикацию, статью, передачу по поводу опекунства. И это было, и это тоже повлияло на вот эту нашу цифру, о которой мы сегодня так радостно говорим. И еще эта школа образуется сейчас. Бывший детский дом Кировского района, где Горьковское шоссе, тоже не готова сказать номер дома. Там часто бывают, прямо за пятерочкой. И там замечательные педагоги, детский дом, детки уже из этого детского дома все вышли в самостоятельную жизнь. И на базе этого детского дома сейчас формируется вот такой центр. Можно там получить справку об этом. И, конечно же, в Министерстве образования Республики Татарстан, которое курирует вопросы детских домов. И Министерство социального обеспечения, труда и занятости. Тема очень актуальная. И у нас есть еще один звонок в студию. Давайте послушаем. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот, например, хотела усыновить ребенка. Муж у меня 54, мне 43. Это реально или нет? Да. Спасибо большое за вопрос. Есть ли какие-то возрастные ограничения для усыновения? Во-первых, я очень рада. Мне ваш голос нравится, вы молодец, это здорово. Я сама приемная мама. И был такой тоже вопрос передо мной и стоял. Возможно. Вы знаете, на самом деле возможно все. Но я еще раз вам говорю, что вам нужно сначала обратиться в отдел. И вы должны, ну в вашем случае, конечно же, этого должен хотеть и ваш супруг. Потому что этот ребенок войдет в семью. Ну представьте, утром вы проснулись, мужу надо в душ, в ванну бриться, а у вас этот ребенок. Готовы ли вы к этому? Ну я такой маленький пример, но из этих мелочей. Вот красиво. Взяли ребенка, прижали к груди, сердце бьется душевно, все хорошо. А дальше? Дальше пошли мелочи, которым могут быть неготовы супруги или ваши дети, которые у вас уже есть. То есть если вы здесь готовы, и мамы, конечно, здесь решают главную роль. Поэтому ваш вопрос мне понятен. Я чувствую, что вы как бы к этому готовы. И возраст мужа тут не имеет значения на самом деле, потому что это тоже все довольно реально. Поэтому обращайтесь. Начинаете вот так. Могу или не могу. Есть хорошая, так сказать, поговорка. Лучше сделать и жалеть, что сделал, чем не сделал, и всю жизнь жалеть, что не сделал. У меня был такой опыт. Женщина обращается, мы едем с ними в детдом, они походили, посмотрели и больше никогда не произнесли слов «я хочу быть приемной мамой». Либо наоборот. Я не про ваш случай, вот вы задали вопрос. Это надо пробовать. То есть нужно нашему зрителю обратиться в органы опеки и пройти определенные критерии соответствия, предоставить пакет документов и все дальше реально. Кто никогда не знает, какая вы будете мама, вы это вот сегодня не знаете. Вы это узнаете, когда вы это прочувствуете с ребенком приемным. Ну, здесь нам попалась статистика. Всего в Татарстане на сегодня 12 тысяч детей-сирот. Это правильно. И при этом для меня удивительно 80% это дети, которые остаются сиротами при живых родителей. То есть так называемые социальные сироты. Почему? Эта цифра, конечно, она практически не меняется со времен Великой Отечественной войны. Понятно, когда сироты были в связи с трагедией всей страны. Что? Вот то, о чем мы говорили. Семью ведь надо поддерживать с самого начала. И знаете, самое главное дети там при живых родителей? Это алкоголь. То есть основная причина это алкоголизм, наркомания? Вот вы знаете, опять же будет тот же процент, 90% это будет алкоголизм, наркомания. И эти люди не могут выполнять свои функции родительские. Они, естественно, должны быть, это жестко сказано, дети должны быть от них ограждены. Ограждены от того, что они могут замерзнуть, что они могут сгореть. Ограждены от того, что могут недоедать. Ограждены от того, что они не получат нормального образования. Пусть а жестко, потому что сейчас все в семью, в семью. Но есть результаты родных семей. А в случае, если посторонние лица, допустим, соседи или родственники замечают недостойное обращение родителей с детьми, что они могут сделать в данном случае, чтобы помочь ребенку? Вы сейчас задели очень и очень важную часть вот этой всей общей работы. Вот мы уже с вами выявили, что у нас в Татарстане вот такой процент. Что-то так хорошо. В Татарстане народ добрее, государство внимательнее, социальный бизнес более правильно ориентирован на те точки, где надо помощь. Но что касается нас всех вместе с вами людей. К сожалению, равнодушие или незнание, куда обратиться, оно очень часто становится причиной того, что дети попадают в тяжелые ситуации и даже теряют жизнь. Конечно, надо обратиться. Первое, участковый. Но многие соседи не хотят, конечно, портить отношения. Это тоже понятно. Вот эту проблему сейчас должны решать не только общества, которые думают, вот там пьют, пьют, ребенок там орет, орет, мешает, мешает. Вот и все, на этом точка. И ничего не делается. Но здесь я вижу не только людей, сейчас я как бы осуждаю, вот вы не делайте. Здесь не только осуждение людей. Здесь и задача государству. Да, хорошо, да, мы сделали цифры, да, мы платим. Но государство должно обратить внимание на то, как люди должны осуществлять свою гражданскую позицию. Вот я услышала, вот я увидела. Отобрать ребенка из семьи, поверьте, даже в инспекции, я являюсь членом комиссии по делам несовершеннолетних, и знаю, как сложно забрать ребенка из семьи. А почему? Там надо море протоколов, там нужно решение. Основные проблемы бюрократии. Знаете, это, конечно, там хорошо прописанный закон. Но у нас, вы знаете, мы все время боимся перегибов. Либо будет перегиб, что и семьи будут забирать, так как мы знаем, Америку, там Голландию нам приводят, да, с вами, Францию. Да, в Швеции. То есть мы получим вот это. У нас все-таки ситуация, как мне кажется, получше в этом плане. И инспектора по делам несовершеннолетних, пусть на меня вся моя комиссия не обижается, инспектора по делам несовершеннолетних, они вынуждены порой, ну просто, знаете, выкручиваться для того, чтобы ребенка отградить от бушующего алкоголика отца, от мамы пьяной, которая бездыханная лежит и не может ничего сделать. Вот. Есть там моменты, при которых, ну, приходится ожидать решения судьи и так далее, и так далее. То есть это тоже очень сложно. И мы, граждане, с вами. То есть сейчас государство должно точно продумать те правила, по которым человек знает, куда обратиться. Эти телефоны должны быть везде развешаны. Как телефон доверия для детей? Сколько лет ушло на то, чтобы дети, ну, точно знали, куда им позвонить? В случае, когда... А случаев полно. А папы, которые путают иногда детей и что-то другое, и эти трагедии происходят в семье, и мамы те же самые. Вот. Куда обратиться? Вот, наконец, дети знают эти телефоны. Они в школах везде развешаны. И также телефоны должны знать граждане точно, куда они могут обратиться, если права детей нарушаются. Ну, участковый милиционер. Это первое. Это первое. Ну, участковый наш милиционер. Это первое. Околоточные, которые должны знать, что и какая семья, как живет. Все ясно. Еще интересен такой момент, как происходит контроль за адаптацией ребенка в семье. Взяли приемного ребенка. Как дальше происходит взаимодействие с органами опеки? Ну, я еще раз оговорюсь. Я могу только раз сказать, как приемная мама, потому что я все-таки представляю общественность и приемных потерей. У государства есть свои правила. У органов опеки, конечно, есть свои правила. Есть проверки. Но у нас интересует реальная ситуация. Смотрите, реальная ситуация такова. Конечно же, не докучают проверками в семьях, где нет сигналов, нет жалоб, где идет нормальная жизнь. Таких не докучают. Но, конечно, проверить, питание достаточно или нет. Ведь у нас есть приемные семьи, в которые берут по 5 и 10 семей. Я вот знаю замечательный пример Алексеевского района. Там есть замечательная семья с хорошим достатком. Там уже 10 детей. Замечательно. Но есть, где берут детей, и, может быть, они тоже не могут прокормить. То есть, такой ситуации нельзя допустить. Либо дети подвергаются труду непосильному. Такие в сельской местности могли бы быть такие ситуации. Я их не знаю. Но такая ситуация возможна, когда приемные дети могут использоваться в сельском хозяйстве. Есть. Они должны работать. Все детки должны помогать. Но как бы ни было там перегиб. Меры, конечно, нужно знать. Ясно. Но вы говорили о радужной статистике. Говорят, что в связи с этим произошло и закрытие ряда детдомов. Потому что сокращается число сирот. Да, конечно. Эта программа у нас действует несколько лет. И один за другим закрываются детские дома. Вот я вам сказала про Казанский детский дом. Закрывается и он преобразуется в иное учреждение государственное. Так, сейчас закрывается Зеленодольский детский дом. Когда-то закрылся Буинский детский дом. И так далее, и так далее. Сегодня у нас 15 детских учреждений, в которых дети находятся. 15 по республике. 15 по республике детских учреждений. И в них 650 детей. Вот знаете, что получается? 15 детских учреждений, детей 600. То есть, получается, всего на каждое учреждение не больше, чем по 50 детей. И дети хорошо содержатся. Я бывала во многих детских учреждениях. Я была в приютах. Гаврош знаю хорошо, мы работаем с этим приютом. Условия неплохие. Есть над чем работать и государство. И общественники. Сейчас у общественников появился такой инструмент, как закон об общественном контроле. И они его используют. И наблюдают за теми организациями, где находятся дети. Временного содержания. Или детские дома, например. И указывают на какие-то неполадки. Поэтому закрывается. С одной стороны, мы можем с вами порадоваться. То есть, это повод для радости. Но это не значит, что детских домов не должно быть совсем. Вот это тоже точка зрения противоположная. Она неправильная. То есть, в государственном устройстве должны быть все институты. Приемные семьи поддержаны. Конечно, должен быть детский дом. Вот смотрите, в семье беда, драка. Ребенка надо изолировать. Куда его поместить? Маленького ребенка, которого вы нашли на улице, куда его поместить? То есть, конечно, у государства эта система должна быть четко отлажена. И она есть, существует. Но есть над чем там поработать. Всегда есть над чем поработать. Чтобы точно знали, куда привели этого ребенка. Где он находится, как он там адаптируется. Потому что раньше, я оговорюсь, раньше были случаи, когда дети в приютах передерживались год там и больше не передавались в детские дома с выявлением статуса. Ну, надо статус было выяснять. И дети пропускали, может быть, иногда и учебный год или что-то такое происходило. Сейчас эта ситуация, ну, в корне изменилась. Сегодня это делается очень быстро. И это тоже очень знаменательно. Ну, хотелось бы, чтобы мы вкратце подвели итоги. Вы, как мама, имеющая данную практику, как общественный деятель, небольшие советы тем, кто задумался о том, чтобы взять ребенка в семью. Я, конечно, таким семьям желаю удачи, понимания. Но там ведь самое главное – любовь. И хотя деньги тоже имеют огромное значение, как показала статистика. Но самое главное – надо полюбить. То есть любовь, доброе сердце, оно всегда поможет в делах. Надо слушать свое сердце. Спасибо вам большое, Татьяна Вениаминовна, за прекрасную беседу. Желаем вам успеха в вашей общественной деятельности. Надеемся, что в следующий раз мы встретимся с вами, и статистика будет еще более радужная. Спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Дорогие друзья, это была программа «Главные новости». В студии был Тимур Рага. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова